Когда нам говорят, что вот в России не было инквизиции, но, во-первых, она была, и об этом замечательно пишет и Финбриколов, и советский великолепный религиовед, и существует масса свидетельств, включая непосредственно сами церковные свидетельства типа Стоглавого собора, но у нас, конечно, инквизиции было меньше по одной простой причине. Да по какой? Да у нас грамотных было в 10 раз меньше. Для того, чтобы стать еретиком, надо прочесть хотя бы одну книжку. Поскольку эта одна книжка была всегда недоступна. Неподъемно. А у нас всегда, посмотрите, да, у нас был большой объем и рукописных книг, и книгопечаток, но это всегда были. А кто их, и требники, и четь минеи, и псалтирима, литвословы? У нас не было вообще не то, что там философской литературы или некой, естественно, научной литературы. Да, ведь в 1543 году Визалиус уже составил полный анатомический атлас человека, который современен и сейчас. У нас в 1543 году вряд ли можно было найти что-нибудь, кроме актоихов, требников, теток и бесконечных земных поклонов, немощенных тротуаров и так далее. Спасибо еще Петру Алексеевичу Первому, который все-таки взял и все это переворотил, потому что иначе мы бы XX век встретили бы с вот такими бородами. Очень удивленные.